Я буду рассказывать про петлю лояльности, если мне включат слайды. Поговорим о том, как увеличить продажи в нашем нелегком деле. Ну, мы все люди разумные, все понимаем, что у нас есть только три возможности. Коллеги, проходите, садитесь поближе. Зал небольшой, людей еще меньше. Можно здесь прям вот не распределяться так равномерно. У нас есть три возможных пути увеличить объем продаж. Ничего нового тут, собственно, нет. Либо находить больше клиентов, либо пытаться продавать больше существующим клиентам, либо поднимать цены. Ну, традиционно мы обычно идем третьим путем. Но он имеет свои риски, свои ограничения. Еще сложнее найти новых клиентов, особенно на современном рынке. Несмотря на то, что Глеб рассказывал про отсутствие конкуренции в российском рынке, при этом, как ни странно, привлекать новый трафик, новых потенциальных клиентов становится все дороже. Мы это видим, собственно, по статистическим срезам. Если вы пользуетесь Яндекс.Директом и аналогичными инструментами, я думаю, вы тоже обратили внимание на то, что стоимость кликов постоянно растет. Иными словами, за те же самые деньги, которые вы тратили раньше, получить больше клиентов у вас уже не получится. Поэтому мы сегодня поговорим о том, как же все-таки зарабатывать на тех клиентах, которые у вас есть. И на самом деле это очень важный момент, про который, как правило, почему-то люди не думают. Есть такой замечательный анекдот, который иллюстрирует эту ситуацию, про несколько поколений юристов. Вот молодой юрист прибегает к папе и говорит, папа, ты представляешь, поздравь меня с удачей, я наконец закрыл дело клиента, который ты не мог закрыть 10 лет подряд. Он говорит, дебил, он кормил нас эти 10 лет. Это квинтэссенция, которую нужно держать в голове. Это, по сути, модель восприятия собственного бизнеса. Вам нужно искать пути, как с тех клиентов, которые к вам уже пришли, получать как можно больше денег. И для этого есть специальный термин, который называется LTV. Кто знает, что такое LTV? Вот, отлично. Кто не знает, что такое LTV? Кому лень поднимать руки? Просто поднимите руки, пожалуйста. Коллеги, поактивнее мы на самом деле. Понятно, что считается, что мы здесь собрались, чтобы послушать доклад Рыжикова. Но по большому счету вы могли это сделать, не выходя из дома. Трансляция онлайн была доступна для всех и бесплатно. Мы все-таки здесь пришли для того, чтобы пообщаться, обменяться опытом. Пользуйтесь этой возможностью, потому что в онлайне у вас ее не будет. Как правильно заметил только что ушедший дедушка, это цитата была. Что такое LTV? Это на самом деле показатель ценности клиента, растянутый во времени. Когда вы продаете один раз одному человеку, он вам дал денег и ушел. Если вы ему пять раз продадите, он вам принесет намного больше денег. К этому я еще вернусь. Почему это важно? Есть еще такая штука, которая называется стоимость привлечения клиента. CAC. Кто знает, что такое стоимость привлечения клиента как показатель? Да ну ладно, ну бросьте. Ну давайте. Хорошо. А кто считает из вас двоих? Вы считаете стоимость привлечения клиента в вашем бизнесе? Супер. Ну на самом деле и то, и другое надо считать. Потому что есть стоимость рекламного канала по сути, есть стоимость затрат, которые вы несете на то, чтобы коммуницировать с этим клиентом. Ну по сути да, да, да. Вы считаете, вот это отличный, правильный подход. Вы должны понимать, сколько вам стоит получить этого самого нового клиента. А потом сравнить его с LTV. Почему не сравнивать, например, со стоимостью заказа, который он делает? Ну у вас есть некая продажа, в нее заложена маржа, там допустим 20-30% вы заложили маржу, ну или 300, как это принято в российском бизнесе. Но тем не менее, если стоимость привлечения клиента, ну вот вы смотрите, я заработаю на нем полтора рубля, а для того, чтобы его привлечь, вынужден потратить там 1200 или там 1300. Я уже в маржу не укладываюсь. И вы ставите себе ограничения на стоимость рекламы по привлечению этому клиенту и на стоимость поддержки вот этой продажной. Потому что считаете, что ну блин, он же скушает все денежки. Я могу купить этот клик там за 5 рублей, за 7 рублей, уже не могу, не уложусь в бюджет. Потому что сравнивайте со стоимостью среднего чека. А это неправильно. Если в течение времени этот клиент, который у вас покупает несколько раз, на самом деле принесет вам кучку денег, который будет естественно выше среднего чека, это развязывает вам руки. Вы можете на привлечение клиента потратить больше денег, вы можете задействовать те каналы, которые до этого не рассматривали в качестве рекламных, потому что они были очень дорогие. Про эту историю очень много рассказывают наши коллеги из мой склад. Если у вас будет возможность поучаствовать в наших семинарах формулы сайта, они туда каждый раз приезжают и рассказывают именно про аналитику прибыльности, скажем так. И много времени уделяют в том числе сравнению LTV и стоимости привлечения клиента, показывая на конкретных практических кейсах, насколько важно вот этот LTV считать. Если вы его не знаете, вы вслепую действуете или действуете на основании неправильных оценок. Как посчитать LTV? Очень простой вариант на самом деле. Нужно разбить ваших клиентов на так называемые когорты. Кто знает, что такое когортный анализ? И снова лес рук. Здорово. Кто не знает, мы разбиваем действительно наших клиентов на сегменты. Ну, самый простой вариант. Взять, например, сегмент, который первую покупку совершил в январе. И дальше мы следим за этими же самыми чуваками, как они покупают у нас дальше. Потом мы отдельно следим за товарищами, которые первую покупку совершили в феврале. И так далее, так далее, так далее. Зная количество этих клиентов и количество денег, которые каждая отдельная когорта принесла, вы можете подсчитать LTV по каждой когорте. Ну, и даже высчитать некий там средний, показать LTV, чтобы чем-то оперировать на уровне компании в целом. Ну, вот мы здесь вот видим, например, что LTV у нас по первой когорте 49-16 условных енотов. Я не знаю, в каких цифрах здесь сделана эта табличка, но не важно, собственно. И это говорит нам о том, сколько денег мы можем потратить на привлечение людей для того, чтобы потом им что-то продавать. Ну, это тот самый customer acquisition, как его считать. Не будем на этом останавливаться. Еще один важный показатель – утечка. Утечка мозга и утечка денег. Churn rate. Кто считает churn rate? Вы должны считать. Если вы считаете стоимость привлечения, вы должны считать… Да хоть в половину, все равно надо считать. На самом деле тоже очень важный показатель, который позволяет вам следить, теряете вы лояльность клиентов или нет. Особенно, если вы этим занимаетесь в динамике. Ну, представим, что у вас повторными продажами, повторные продажи можете сделать 20% ваших клиентов. Это означает, что у вас вот этот самый churn rate 80. То есть 8 из 10 чуваков, которые у вас купили, они ушли и больше у вас не покупают. Им не понравилось или стало ненужным то, что вы продаете. Почему так важен этот показатель? В нем заложен определенный потенциал роста, причем он может быть очень большой, несмотря на то, что это не всегда очевидная опять же вещь. Вот такой простой пример. Предположим, ваши постоянные клиенты приносят вам 50% выручки. Под постоянными подразумеваются те клиенты, которые покупают не один раз, а больше. То есть вот новых вы загоняете, загоняете, они покупают половину. Остальных вы уже один раз загнали, они приходят к вам еще раз и еще раз, покупают вторую половину. Мы берем и делаем какие-то вещи для того, чтобы сократить вот этот отток churn rate всего на 10%. Ну не такой большой показатель, то есть не в разы, всего на 10%. Мы начинаем работать на 10% лучше с нашими существующими покупателями. Как? Я об этом расскажу чуть позже. Сокращаем отток. Это означает, что у нас выручка ежемесячная растет всего на 5%. Потому что они же делают половину выручки, правильно? Вот эти 10%, которых мы сократили. А теперь умножаем на количество месяцев, получаем, что у нас рост выручки в течение года это плюс 60%. Не всякий Facebook видит такие грандиозные результаты. То есть это очень важно. И здесь мы приходим, собственно, к тому, а как нам сократить вот этот отток и на что обратить внимание, чтобы работать с повторными продажами. Ну, здесь слайда нет, поэтому скажу словами. На мой взгляд, самое важное в этой истории просто об этом думать. Сосредоточиться на том, что повторные продажи – это важно. Есть, конечно, сферы бизнеса, в которых повторные продажи – это редкий случай. Ну, наверное, если вы домами торгуете, вероятность того, что к вам через год придет тот же клиент и скажет, ну дай-ка мне еще один дом, она достаточно мала. Или вы какой-нибудь мебель уторгуете. Наверное, тоже это не такая частая история. Хотя, может быть, в этом и есть возможность проявить какой-то креатив предпринимательский. Мы для чего здесь собрались? Чтобы идеями обмениваться на тех самых круглых столах. Может быть, даже в вашей сфере, где никто не умеет продавать повторно, а вы-то как раз и научитесь. И научитесь вот эту свою выручку поднимать в разы. Подумайте просто об этом. Об этом нужно подумать. Здесь нету таких правил, что вот в этом бизнесе нет повторных продаж. Все, свидетель. Есть бизнесы, где повторные продажи просты. Это, например, доставка еды какой-нибудь. Там зашкаливает конверсия именно потому, что там очень много повторных продаж. Человек пришел, купил пиццу. Ну, в принципе, ему понравилось, с доставкой не обманули. Он в следующий раз тоже там пойдет пиццу покупать. Просто, чтобы не искать другие варианты. Это всегда делает лень. Это требует времени. Ему надо подумать. А вдруг там тоже не доставят. А вот это зачем? А где-то у меня тут была визиточка. А вот она. Ему проще заказать там, где он уже заказывал. В случае с едой, поскольку это возобновляемая такая штука. Мы съели и нам опять надо есть. Там повторных продаж много. То есть это вот такие две шкалы. Вы находитесь где-то посередине. Можно подумать и попробовать себя сместить поближе к еде. Какие у нас есть тактики? Ну, e-mail рассылки никто не отменял. Более того, даже тот факт, что мы включили e-mail рассылки в инструмент CRM маркетинга в новый, который я еще пока толком не видел, но он хороший, конечно. Даже тот факт, что мы это сделали, это отражение тренда, который, несмотря на все мессенджеры, социальные сети и прочее, говорит о том, что люди все равно совершенно спокойно относятся к e-mail рассылкам. Они работают. Я имею в виду люди, ваши потенциальные клиенты. Есть отличный кейс, вот отличный с Амазоном. Это, ну, я думаю, все знают Амазон. Это онлайновый ритейлер, крупнейший в Штатах. Они офигенно работают с e-mail рассылками. То есть для них это на самом деле ведущий инструмент повторных продаж. Они другими-то особо, в общем-то, и не пользуются. E-mail рассылочки. Как вот много лет назад они начинают этим заниматься, так и сейчас наращивают. Единственное, что у них под капотом происходит улучшение. Они все более точно нацеливают свои e-mail рассылки, пытаются делать все более индивидуальные предложения. В этом, собственно, важный нюанс. Когда мы говорим про e-mail рассылки, ну, вот тут пример какой сделан. Они вышли, что получатель, этот, скажем так, мужчина, не знаю, какого возраста, среднего, молодого. И ему делают предложение для мужчин. То есть речь не идет про спам, а давайте мы всем расскажем про то, что у нас новые там, я не знаю, товарные позиции появились. И по всей базе подписчиков шуранули e-mail рассылочку. Это спам. И он не сработает, конверсия у него будет минимальная. Вы даже, может быть, потеряете каких-то клиентов. Если предложение целевое, даже если оно сейчас по каким-то причинам этому клиенту неинтересно, отношение к нему все равно другое. Но он увидит, что предложение нормальное, адекватное, нацеленное на меня, не беременная женщина. Мне тут про костюмы рассказывают. Не сработает, сработает в другом случае. Следующий шаг. Вообще индивидуальные письма. Так называемые триггерные рассылки. В Bittrex24 они теперь есть. До этого они были в Bittrex управлении сайтом, когда вы посылаете индивидуальное письмо каждому клиенту в зависимости от того, что он там у вас на сайте сделал. В данном случае вот в этом письме, в этом примере чуваку бросили его брошенную корзину с вопросом, что ты не купил-то? Положил, не купил. Пойди купи. Просто напомнить. Собственно, тот механизм рассылок, про который я говорил, он, как я уже сказал, есть в Bittrex управлении сайтом. Не будем сейчас на этом останавливаться. Его смысл заключается в том, что вы все-таки свою клиентскую базу сегментируете. То есть вы не делаете рассылку по всей базе. Вы пытаетесь определить конкретный интерес, конкретного куска аудитории и сделать ей конкретное предложение. И этим надо заниматься постоянно. Если вы этого не делаете или делаете раз в полгода, ну, по сути, вот так вы работаете с повторными продажами. Это фу-фу-фу. Ремаркетинг. Кто знает, что такое ремаркетинг? Так, уже лучше. Четыре, пять. Кто знает, что такое ретаргетинг? Побольше. О чем разница между ремаркетингом и ретаргетингом? Кто знает? Правильно. Это одно и то же. Только ремаркетинг – это термин из Google, а ретаргетинг – из Яндекса. Но, по сути, и вот очень простой, понятный механизм, когда вы начинаете догонять рекламой тех клиентов, которые у вас уже были. Он у вас что-то купил или оставил контактные данные на сайте, вы знаете его телефон, e-mail. Этого достаточно, чтобы современными средствами рекламы его догнать. Есть очень хороший кейс, почему я не вижу этого слайда, а вижу. Про Wildberries все же знают, да? Wildberries. Это очень хорошая компания. Они перевернули электронную торговлю в Российской Федерации. Так вот, это на самом деле слайд из их гайда, который они предлагают своим вендорам, тех, у кого они закупают одежку с туфлями. Они им рассказывают о том, что ребята, мы вас обязательно, вы ваш клиент, будем догонять ретаргетингом везде, где только можно, на всех рекламных площадках. Стоит сойти на Wildberries и чем-то там поинтересоваться, напокласть, выражаясь русским языком, себе немножечко одежды, и они вас начнут догонять в Фейсбуке, в Яндекс.Директе, на каких-то тематических площадках. Вы будете видеть даже те товары, которые, собственно, вы у них просматривали. Они напоминают вам о себе, вынуждая, подталкивая, ну вынуждая неправильное слово, подталкивая, наверное, вас вернуться на сайте и довершить эту самую покупочку. Напомнить о себе, что вы что-то бросили, надо же все-таки это докупить, а посмотрите еще вот это. Если вам нравились штаны, то может быть вам и ботиночки понравятся. И это действительно работает, потому что есть, ну это на самом деле статистика средняя такая по больнице, но она правдивая. Конверсия из новых посетителей в покупке. Ну мы все знаем, что такое конверсия, да? Кто знает, что такое конверсия? Это хорошо. Потому что на формуле сайта, когда я задаю этот вопрос, ну тоже если процентов 15 людей руки поднимает, я понимаю, что они все спят уже в этот момент, особенно сейчас вот после обеда, если кому-то повезло покушать, тяжело руку тянуть. Ну это реально картина. Сложно продать новому посетителю, он просто к вам пришел, ему что-то не понравилось, там он отвлекся, он ушел. Конверсия в 1% это вполне себе реальный показатель. Если вы будете сильно напрягаться, затачивать интернет-магазин, вы поднимете там допустим до 3. Если вы пиццами опять же не торгуете, и это будет отличный показатель. При этом у вернувшихся, вот при тех же равных условиях, это средняя температура по больнице, у вернувшихся посетителей почти 5% конверсия, то есть в 5 раз лучше, чем у новых посетителей. А что мы говорим про лояльных, которые купили больше одного раза и продолжают вас покупать? Там практически уговаривать не надо. Каждый десятый берет сам. Это что за? А, собственно, тут надо понимать, что вот эти все истории с ремаркетингом, ретаргетингом, это не ручная работа. Вы вручную этими вопросами заниматься не сможете. Просто потому, что потенциальных клиентов достаточно много, и вот это волшебное слово конверсии означает что? Что вы 100 человек пригнали куда-то, из них купил один. Это значит, что все 99 остальных, они ушли в никуда. Единственный вариант на этом заработать, пригонять больше и больше народу. А чем больше народу, тем больше труда вам придется вкладывать в обработку этого самого народа. И это не ручной труд. Если вы будете вручную их обрабатывать с такими показателями конверсии, вы ничего не заработаете. Ну мы все знаем про BX24, я даже не буду просить руку поднимать, теперь-то уж точно все знают. Есть такая штука, как роботы CRM, которые позволяют на определенных этапах воронки совершать автоматические действия, в том числе и включать рекламу. Об этом сегодня Сергей рассказывал подробно. Этот инструмент развивается, но в принципе такой функционал и раньше был. Смысл в том, чтобы догнать этих посетителей рекламой на уровне ретаргенска, сделать ему какую-то email рассылочку. Вот это все автоматизируется. Вы строите свою вороночку, про которую я обещал не рассказывать. И ведя человека по воронке, на каждом этапе вы можете придумать какие-то точки прикосновения к нему, помогая ему принять решение о покупке. И вот это все на самом деле то, что нужно понимать под понятием программы лояльности. Это не скидки, это вот не какие-то бонусные системы, типа купи там за тысячу рублей, тебе 20 баллов скидок там или 100 баллов скидок. Нет. Программа лояльности – это набор инструментов, набор правил и автоматизация, которая позволяет вам управлять повторными продажами вообще. Это должен быть отстроенный процесс. Это процесс для вас, не для клиентов. Это не бонусная система, еще раз хочу подчеркнуть. И понятно совершенно, что без средств автоматизации здесь не обойтись. Таким средством автоматизации выступает, в общем-то, CRM. Любая. Ну, современная. Современная, легкая, такая, как Bittrex 24. Потому что те, которые несовременные и не интегрированы с каналами догона, скажем так, с тем же ретаргетингом, ну, они вам в этом просто не помогут. Чем еще хороша CRM? Она действительно дает в руки вам инструмент, который позволяет, общаясь с вашими потенциальными клиентами, тем более со старыми клиентами, строить работу по-разному. Даже если мы сейчас говорим про какой-то тупой вариант, когда у вас есть нанятый колл-центр, и они работают по скриптам, даже там нужно писать скрипты отдельно. Для тех, кто к вам звонит первый раз, и для тех, кто с вами уже работал, скрипты разные должны быть. Почему-то обычно никто с этим не заморачивается. Максимум, когда пишут скрипты, это что там? Здравствуйте, я О, Рога и Копыта, чем я вам там могу помочь? Иван Иванович, вот это вот вся разница по работе со старыми и новыми клиентами, то, что мы посмотрим, как его зовут, и имя его произносим. Ну, это бардак, это означает, что вы в этот момент по этим скриптам не продаете. Вы теряете потенциал для роста повторных продаж, который может значительную часть выручки вашей составить. А это нужно делать всегда. Речь про тот инструмент, который у вас под руками всегда, даже если вы в поле. Мы же все говорим в основном про малый бизнес. Как правильно заметил Глеб Архангельский, 99, наверное, процентов нашей сегодняшней аудитории, все вы наши друзья. Это малый, сверх малый бизнес. Это означает, что вы и на дуде дудите, и продаете одновременно. И когда вы находитесь в поле, там общаясь, решая какие-то производственные, может быть, вопросы, и вам в этот момент звонит клиент, вы должны уметь с ним работать в этот момент, как это сделать без CRM. Вы просто не сможете. Забудем про автоматизацию. Идем дальше. Появляется такая штука, как регулярные сделки. Это самовозобновляющаяся сделка на основе предыдущих, которая изначально сделана как механизм для того, чтобы вы продавали второй раз. Самый банальный пример – это сдача чего-нибудь в аренду. Прошел месяц аренды, сделка по аренде закрыта, вы выписали счет, получили деньги. Должна появиться новая сделка на новый срок. И мало того, что она должна появиться в системе, ведь это финансовый учет. Вы должны видеть, сколько денег вам каждый клиент принес. Мало того, что она должна появиться, должны формироваться закрывающие документы, должны формироваться какие-то, я не знаю, процедурные документы. Вы должны напоминания клиенту послать, что начался новый месяц, там, я не знаю, принеси нам аванс, пожалуйста, 50%. А не то мы тебя выгоним. Это все простые банальные вещи, которые почему-то делаются вручную, хотя по большому счету их можно переложить на робота. Когда все-таки, еще раз вернемся, что мы же все-таки малый бизнес, на каждую копеечку нужно экономить. Мы не можем нанять 50 тысяч человек, которые будут заниматься этим вручную. Но зачем? Надо посмотреть и найти места, где мы можем заменить людей автоматизацией. автоматизация-то. Ваши деньги, вы их сэкономите. Апсел. Кто знает, что такое апсел? Это можно так, наверное, перевести, а как термин? До продажи, хорошо, ближе. Это как? Теплее. Но до продажи разные бывают. На самом деле апсел – это точно повышение чека или замена продукта на альтернативный, более дорогой. Человек пришел за кроссовками, как в том старом анекдоте, когда чувак зашел в аптеку тампоны покупать, а ему внедорожник в результате продали. Вот это классический апсел. Прекрасный вообще, гениальный. Чтобы этим заниматься, надо либо очень хорошо знать свою номенклатуру своих клиентов, то есть быть прям хорошим продажником. Либо иметь инструмент, который в этом смысле поможет. Это те же самые скрипты продаж. Желательно, чтобы они появлялись, если мы говорим про Bittrex 24, мы, например, прекрасно рассчитываем на партнеров, на всякие скрипты продаж. Они появляются прямо в карточке звонка. И там схема, которая для любой девочки годится. Она дает ей подсказки, девочка спрашивает, мальчик на той стороне отвечает, девочка нажимает на кнопку там да, нет, схема идет дальше. То есть по сути вы можете выстроить механизм, алгоритм до продажи, для того, чтобы по определенным позициям номенклатуры предлагать более дорогие, более качественные аналоги. Cross-sell это собственно на ту же самую историю, это на повышение среднего чека, но за счет продажи дополнительных товаров. Этим тоже любят и Wildberries заниматься, и все остальные онлайновые ритейлеры. Эльдорадо очень любит, вы приходите покупать там, я не знаю, холодильник, а вам предлагают окупить дополнительную гарантию там на два года. Зачем-то. Она вам пригодится. Они поднимают свой средний чек вот такими простыми, в общем-то, вещами. И это даже на самом деле происходит автоматически на сайте. В этом даже менеджеры по продажам не участвуют. Вы только покупаете холодильник, а вам магазин сразу такой окупите. Дополнительную продажу. Amazon, кстати, этим тоже постоянно занимается. Это ничего не стоит, по большому счету, это же автоматика, она сама себя продает, а у вас средний чек повышается. Классно. А что это за слайд? Big Data. Да. Кто же, что такое Big Data, кто знает? Ага. А что такое Big Data? Ну, вы сейчас говорите про рекомендательную систему на основании Big Data. И, в общем-то, вы абсолютно правы, так оно и есть. Но Big Data само по себе – это математика, которая позволяет обрабатывать неформализованные наборы данных и извлекать из них какие-то закономерности, к которым мы, грубо говоря, умом не дойдем. Был забавный кейс с системами рекомендаций, которые работают на Big Data в Штатах, когда 15-летняя девочка вдруг начала получать рекламу товаров для беременных, и это увидел ее папа. Очень религиозный, значит, мужчинка. И он, естественно, начал скандалить, пошел чуть ли не в суд подавать на компанию, зачем они шлют эту рекламу. Мои девочки, зачем вы шлете это? А те развели руками и сказали, ну, это не мы шлем. Эта система решила, что ее поведение на наших сайтах похоже на то, как себя ведут беременные барышни. Мы с этим ничего не можем сделать. Мы не знаем, по каким критериям это сделано. Так работает система. Потом выяснилось еще смешнее, что она действительно была беременна. Ну, ни она, естественно, ни папа об этом не знали. Но поведение уже изменилось. И система сработала. Вот эта магия уже работает. Эта история лет 15, когда все это еще начиналось. Сейчас Big Data это вполне себе реальный инструмент. Сбербанк очень любит всем этим делом заниматься. Имейте в виду. Вас сейчас скорят, разбивают на всякий сегмент и знают, что вы будете покупать. В Битрексе есть такая штука, которую вы можете включить одной кнопкой и, собственно, догонять этих клиентов тем, что повышает им средний чек. Неужели, стоп, ты не можешь мне сейчас этого сказать, да? Ну, я, собственно, заканчиваю. Прямо буквально одну секунду. То есть, по сути, когда мы говорим про повторные продажи, мы пытаемся немножечко думать в других терминах. Мы вместо воронки продаж, когда человеку нужно принимать решение на первом этапе, сделать выбор вообще, покупать у вас или не покупать. Это на самом деле история, которая усложняет. Собственно, на вот этом первом этапе практически все воронки отваливаются. Мы начинаем думать в терминах петли лояльности. Это когда человек у вас уже купил, если вы не на факапеле, на вот простых вещах, на которых обычно малый бизнес испотыкается. Если в принципе его устроило, проблемы вы решили оперативно и смогли доставить ему то, что он хотел у вас купить, и при этом потом про себя напомнили, вам намного проще ему что-то допродать. Вот теперь все. Спасибо.